И это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Сколько времени прошло с выхода первого сезона сериала «Солдаты», а зрители до сих пор помнят саундтрек и стоит в компании лишь запеть «Здравствуй, юность в сапогах», как сразу кто-то подхватит. Эта песня действительно стала культовой. «Солдаты» впервые появились на экране в 2004 году. К 2009 году съемки проводились в настоящей воинской части. Хотя сериал и критиковали, мол, дедовщина изображена не такой, как она является в армии. Слишком мягко. Также говорили, что создатели сериала больше делали его комедийным, а не старались объективно показать армейскую действительность. Так или иначе, а зрителям интересно было наблюдать за героями. Молодые, красивые, с чувством юмора солдаты приняли сердца зрителей. Роль Кузьмы Соболева в «Солдатах» принесла Ивану Маховикову настоящую популярность. Актер сыграл роль честного, взвешенного, разумного солдата, чем и покорил своих зрителей. Хотя сам Иван говорит, что со своим персонажем похож только внешне. Маховиков учился в ГИТИСе, решил пойти по следам деда-актера. Первую роль сыграл в фильме «Гражданин начальник». Свою любовь Иван встретил тоже на актерской ниве. Приехал к однокурснице, которая служила во МХАТ имени Горького. Актер в интервью признается, что сразу понял, это его женщина. Ольга Глушко. Актриса. У пары даже была общая роль в фильме «Солдаты». С 2007 года Ольга бросила работу и полностью посвятила себя воспитанию сына. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте.